У меня тонны три, наверное. Я сильно жары-то не даваю. Дрова, уголь. Еще остается три. А если четыре возьму, остается. Этих запасов топлива для дома в 55 квадратов достаточно, чтобы провести зиму в тепле, рассказывает одна из жителей Цребрихи. Пенсионерка компенсацию за покупку уже получила. Вышла скромно, но хватило, чтобы оплатить доставку топлива к дому и труд рабочих. На сегодня за такой компенсацией в местную администрацию обратилось порядка 230 человек. Подготовка к отопительному сезону продолжается, говорит глава района. Проблем с твердым топливом не возникнет. Мы участвовали в этом году в совместных электронных торгах, которые организовывало Министерство строительства и ЖКХ. Для бюджетной сферы будет поставлено 3300 тонн. И в этом году еще выделены денежные средства из краевого бюджета для формирования 45-дневного резервного запаса угля. В этом году у жителей Ребрихинского района появилась альтернатива дровам и углю. Это природный газ. Строительство газопровода общей протяженностью в 77 километров завершили в прошлом году в рамках программы развития газоснабжения и газификации Алтайского края. На это потратили больше 18 миллионов рублей. В августе специалисты «Газпром» газораспределения «Барнаул» уже подключили первых абонентов. Мы идем в баню, включаем тепло, приходим, нам тепло выжимает. Можем регулировать. Так что тепло сухо и настолько нам кажется, что будет дешевле. У нас было центральное отопление, но настолько дорого, мне даже превышало мою пенсию. В райцентре, где почти 2,5 тысячи домовладений, уже половина жителей подали заявки на дегазификацию. Еще в четырех селах района продолжается строительство газопровода на сумму 215 миллионов рублей. На сегодняшний день по Ребрихинскому району, непосредственно по нашим подсчетам совместно с районом, непосредственно к приему газа уже, когда все смонтировано, все готово, порядка 70 домовладений уже готовы получить природный газ. Власти уверены, что в 2023 году возможность подключиться к природному газу будет в каждом доме Ребрихинского района. А к 2025-му, рассказывают в Минстрое, газопровод планируют построить в Славгороде и Рубцовске. Проектная работа по этим направлениям уже началась.